Девушки отдыхают Мегаполисы. Тайбэй. Это всего лишь точка на карте. Ее называют азиатским маленьким тигром, и в борьбе за экономическое господство маленький тигр не уступает гигантам. Тайвань расположен в западной части Тихого океана, в 160 километрах от азиатского материка. Его мозговой центр – оживленный мегаполис Тайбэй. С севера – Япония и Южная Корея. С запада – азиатская сверхдержава Китай. К югу – страны, с формирующейся рыночной экономикой, Малайзия и Филиппины. Тайбэй окружен экономическими соперниками. Чтобы выжить в этих финансовых джунглях, звериной мощи недостаточно. Для этого нужна кошачья хитрость. Маленький тигр. Это трепещущее сердце тигра. В Тайбэе проживает десятая часть населения страны, более 2,5 миллионов человек. Они живут во второй в мире по плотности населения стране и, тем не менее, проживают в образцовом мегаполисе. Улицы чистые и безопасные. Население – высокообразованное и имеющее работу. Тайбэй достиг одних из самых высоких жизненных стандартов в Азии. Высшее качество, динамичность и современность. Больше нигде в Тайване вы не сможете круглосуточно учиться и развлекаться. Шесть колледжей, 18 университетов, круглосуточное кафе и 24-часовые книжные магазины. Маленький тигр не может вздремнуть. Тайбэй – это город, который никогда не спит. Они называют преображение острова тайваньским чудом. И Тайбэй тому живое доказательство. Тайбэй сотворил собственное чудо. Он смотрит в будущее, не отворачиваясь от прошлого. В Тайбэе используют технологию и вместе с тем чтят традиции. Они почитают труд и ценят отдых. Они гордятся своим городом и приготовили для мира коврик с надписью «Добро пожаловать». Но куда отправиться в этом растущем мегаполисе, чтобы найти душу Тайбэя? Можно ли уловить дух народа в бетоне и стекле? Если ставить перед собой высокие цели, то можно. Тайбэй – 101, в три с половиной раза выше громадной Пизанской башни. Более чем в пять раз выше Биг Бена. На 56 метров выше другого небоскреба – башен Петронес. На полкилометра выше самого высокого в мире здания. Его форма подсказана природой. Его конструкция как будто из будущего. В нем соединились международный опыт и древние традиции. Заграничные детали и местный гений. Он настолько современен, что стал истинным символом нового Тайбэя. Мы все знаем, что Тайбэй – это город, но он олицетворяет технологию, искусство, инновации, население, экологию и личность. Все это присуще данному проекту. Проект, строительство, функционирование. На каждом этапе Тайбэй-101 воплощает свой город. Думаю, сегодня азиатские города находятся в поисках собственной индивидуальности, чтобы их узнавали. И один из способов этого добиться – построить очень высокое, свое фирменное здание. Си Пи Вонг – архитектор самых высоких в мире зданий. Мы искали особенное здание, обладающее чертами, которые бы отражали нашу культуру и индивидуальность города. Не обязательно, чтобы это было самое высокое здание в мире, но это привлекает больше внимания. Высочайшее здание – рекордсмен. Поэтому мы все согласились с такими стремлениями. Здание становится лицом городов. Лондонский Биг Бен, Парижская Эйфелева башня, Сиднейский оперный театр. И мы точно так же надеемся, что это здание будет представлять Тайбэй и даже Тайвань. Это здание показывает, что тайваньцы способны сделать что-то действительно значимое, хорошее, то, что будет представлять их самих. Его форма сильно напоминает местное растение – бамбук. В нашей культуре бамбук считается благородным растением, и мы представляли его, когда создавали проект. Китайцы считают, что бамбук находится в гармонии с ветром. Как и Тайбэй-101. Изначально он был спроектирован с квадратными углами, но Вонг убрал их, чтобы башня обдувалась ветром. У китайцев 8 – счастливое число. Вонг спланировал 8 отсеков, каждый из 8 этажей. Каждый отсек – как традиционный сундучок, который называется «Дох». В нем хранятся ценности. Мы надеемся, что оно будет придавать людям ощущение благополучия, доброты и всего, отчего им будет хорошо, когда они будут приходить на работу. Во всех углах каждого отсека Вонг поместил головы дракона. Они, как горгурии на соборах, охраняют здания. Еще один способ защиты – 41-метровый потолок торгового центра башни укреплен с помощью огромной стальной фермы в форме драконей спины. В каждом углу на 27-м этаже Вонг разместил по фигурке в форме старинной китайской монеты – символа удачи. Тайбэй-101 символизирует и прошлое, и будущее, в зависимости от вашего восприятия. Люди, которые смотрят на него издалека, легко ощущают дух современности этого здания. Но, опять же, когда вы приближаетесь к зданию, подходите к нему, вы замечаете символы, которые ассоциируются у вас с культурой, и вам это нравится. На мой взгляд, лучшее в этом проекте то, что в нем сочетаются дух современности и традиционные ценности. Вонг руководствовался традицией самых первых чертежей. Почитаемая китайская система фэншуй – искусство размещения предметов, создавая идеальный баланс. В этой части света, когда мы проектируем важное здание, мы обычно приглашаем в качестве консультанта мастера фэншуй. Мы проектируем, следуя логике, а затем мастер фэншуй просматривает и оценивает проект. Мастер одобрил проект с одним исключением. Напротив здания проходит дорога, и это создает так называемый чи. Это наносит зданию удар, и это плохо. Согласно философии даосизма, чи – это жизненная сила, которая есть во всех предметах. В нем содержится и позитивная, и негативная энергия, которые должны быть в гармонии, но дорога ее нарушает. Решение? Маленький фонтан. Предположительно, это разобьет чи. Как и сам Тайбэй, башня сочетает в себе традиционное и многонациональное. Символ нового Тайбэя – башни города. Смелые постройки из бетона, стали и стекла. Фактически, Тайбэй-101 покрыт 24 тысячами оконных стекол. И кто-то должен их мыть. Простая работа вызвала серьезные затруднения. Автоматические стеклоомыватели не справятся с бамбуковой формой здания, как и стандартная платформа. Решение было типичным для Тайбэя. Зарубежное оборудование и местный дизайн. Уникальная платформа. Разработчик этой платформы – Кевин Чанг. Эти платформы тяжелее, чем любые другие. Они и должны быть тяжелыми. По 21 тонне каждая. Такая конструкция позволяет выдерживать ветер до 72 километров в час и землетрясение в 7 баллов. Форма башни вызвала новую проблему и привела к новому решению. Внешняя стена наклоняется внутрь и к низу сужается. Сооружение для мойки оснащено специальной системой удлинителя. Навесная кабина может расширяться в длину до 3 метров, чтобы мыть труднодоступные места. Проблема в том, чтобы найти человека, который согласится залезть в кабину. Стоять на вершине 101 почти то же самое, что и стоять на крыше 10-этажного здания. Они все высокие. Джун Кай Хуанг моет окна всю свою трудовую жизнь. Освоив эту профессию, я всегда хотел мыть 101. Теперь я работаю в этой компании, и моя мечта осуществилась. И если бы представилась возможность, я хотел бы испытать себя на еще более высоких зданиях. Мы выходим на работу в 4.30 утра. Надеваем униформу, берем принадлежности для чистки и заходим в наши навесные кабины. Каждый день, прежде чем зайти в навесную кабину, необходимо осмотреть оборудование, проверить его на исправность. Он раскачивается на стальных тросах длиной в 300 метров. Самых длинных в мире. Я не боюсь высоты. Мне легко, потому что снаряжение очень безопасное. Пока мы следуем инструкциям, я буду в безопасности. Чтобы вымыть все окна, требуется 15 платформ и до 4 месяцев, в зависимости от погоды. Если поднимается сильный ветер, мы прекращаем работу. Такова инструкция. Работа действительно не прекращающаяся. Бригада заканчивает и начинает снова. Это картина отражения современного Тайбэя. Когда-то эти люди, подвешенные в небе, возделывали землю. 50 лет назад доля сельского хозяйства в ВВП страны составляла почти треть. Сегодня менее 2%. Сейчас Тайвань живет за счет городов вроде Тайбэя. Промышленность составляет четверть всей экономики. Услуги более 2-3. Немногие места добились столького и так быстро. От развивающегося государства до господствующей силы за полвека. Тайбэй стоит в ложе высохшего озера. 200 лет назад китайский эмигрант расчистил земельный участок и построил ферму. Так было положено начало современному Тайбэю. В 20 веке большая часть земель была занята фермами. 1949 год, когда все изменилось. На материке в Китае власть захватили коммунисты. 2 миллиона человек убежали в Тайвань. Многие поселились в Тайбэй. Наплыв людей помог превратить обычный город в мегаполис мирового класса, ставший притчей во языцах по всему миру. Но эти изменения начались в месте, о котором слышали лишь несколько иностранцев. В 25 километрах к северо-востоку от Тайбэя находится Джилунг, главный порт города. С 48 складами и 57 пристанями Джилунг может обслуживать мегаполис. Значительная часть сырьевых материалов, необходимых для постройки Тайбэй-101, были переправлены через эти пирсы. Как и нечто гораздо более значительное. Промышленный переворот. Более 70% импорта Тайваня составляет сырье. Но Тайвань вывозит значительную часть этих материалов обратно в виде машинного и электрооборудования. За годы экономика быстро развивалась, а с ней и Джилунг. Сегодня порт выдерживает нагрузку в шесть раз большую, чем 30 лет назад. Джилунг помог превратить Тайбэй из второстепенного города в мегаполис. Первым шагом стали две судоходные линии отечественного производства. Первая — Эвергрин Марин Корпорейшн. Основанная в Тайбэе десятки лет назад и имевшая лишь поддержанные грузовые суда, сейчас Эвергрин имеет более 100 контейнерных судов, которые заходят в 240 портов 80 стран. Это четвертая крупнейшая судоходная компания в мире. Другая, основанная в Тайбэе в 1972 году, чтобы отправлять тайваньскую продукцию в другие страны. Янг-Минг Лайн. Сегодня ее суда заходят более чем в 170 портов 73 стран. Северная Америка — гигант мировой экономики. Азия — пробуждающийся гигант. Янг-Минг соединяет их с помощью 79 контейнерных судов, выходящих из Джилунга. Тайваньский порт Джилунг — наш материнский порт. Возвращение сюда — это возвращение ребенка к матери. Вы сможете проследить изменения через приезды и отъезды одного капитана. Шэй Минван. Моим первым судном был маленький 750-тонный корабль. С ростом экономики наша компания построила более крупные суда. Позже у нас были суда в 3600 тонн, а потом и в 5500. Недавно мы построили новое судно водоизмещением в 8000 тонн. Наша экономика улучшается. Кораблю, которым он сейчас управляет, дали меткое название — «Успех». Мы доставляем лучшие товары от одних людей другим со всего мира. Мы плаваем в Гонконг, Ян-Тянь, Пусан в Корее, Лос-Анджелес, Огленд, перевозим высокотехнологичные товары из Тайваня в США и привозим обратно 303 контейнера лучших фруктов и овощей из США в Тайвань. В одном лишь порту Джилунг мы только что отгрузили более 200 контейнеров. В Джилунге больше товаров перемещается с большей скоростью. Разгадка — тайбэйская изобретательность. Мы заменили все грузовые суда контейнерными судами. Грузовые суда до сих пор используются в развивающемся мире, но развитые страны используют контейнерные суда. Разгружать грузовые контейнеры очень быстро, даже когда все контейнеры должны быть упорядочены. Как только мы прибываем, они начинают разгрузку и погрузку. Это удобно, экономит время, эффективно. Чей не перевозит больше товаров, чем раньше. Он перевозит лучшие товары. Сделано в Тайване, когда-то было синонимом одноразовой техники. Теперь это не так. Около 20 лет назад я начал работать в компании «Янг Минг» матросом. Перевозки ограничивались тканями, телевизорами и бытовыми электроприборами. Сейчас, с развитием тайваньской технологии, мы перевозим в основном высокотехнологичные товары. Сейчас Тайбэй один из крупнейших производителей компьютерных товаров. Среди них лучшие в мире полупроводники. Полупроводники — это мозги практически любого электронного устройства. Мобильных телефонов, компьютеров, цифровых телевизоров. Ничего не может работать без полупроводников. Скорее всего, каждый день среднестатистический человек использует полупроводник, разработанный и сделанный в Тайване. Если работа всех производителей полупроводников в Тайване остановится одновременно, мировая индустрия IT начнет простаивать. Профессор Лианг-Джи Чен — пионер в сфере полупроводников в Национальном Тайваньском университете. Я поступил в колледж в 1975-м, год спустя после того, как Тайвань начал заниматься полупроводниками. Я наблюдал развитие отрасли в Тайване от начала до конца. Зарождение отрасли прошло за завтраком в тайбэйском ресторане, где собрались одни из ведущих разработчиков Тайваня. 30 лет назад главными видами деятельности было изготовление самодельных судов и сельское хозяйство. Большинство семей, как и моя, были очень бедными. Правительство хотело, чтобы Тайвань продвигался дальше по цепи создания добавленной стоимости, и чтобы потенциальные доходы росли. Нужно было выбрать новую отрасль для развития. После коллективного обсуждения они решили переключиться на полупроводники. Для этой отрасли Тайбэй был идеальной отправной точкой. Все поколение было обучено производству деталей, идентичных образцов. Это необходимое качество для отрасли производства полупроводников. Когда полупроводниковая индустрия только зарождалась, им были нужны лишь навыки для производства хороших транзисторов. Правительство выбрало отличную индустрию, с которой прекрасно справлялось все поколение. Чип размером с ваш ноготь это микрокосм мегаполиса. Культура Тайбэя во многом схожа с культурой полупроводниковой индустрии. Мы знаем, что полупроводниковая индустрия быстро менялась, как и Тайбэй. Полупроводники обладают множеством функций, а Тайбэй сочетает в себе много различных культур. Тайбэем управляли разные страны, и он перенес много трудностей. Культурное разнообразие помогло индустрии найти комплексное применение для одного продукта. Тайбэй – идеальное место для разработки высокотехнологичных продуктов, которые развиваются очень быстро. И Тайбэй помешан на скорости. В Венеции известно гондолами, Нью-Йорк – такси, а в Тайбэе есть скутеры. Другие города живут настоящим. Тайбэй несется в завтрашний день. Неудивительно, что в Тайване 10 миллионов скутеров. По 10 на каждые 23 человека на острове. Если вы прогуляетесь по Тайбэю, вы заметите, что люди ходят очень быстро. Многие ездят на мотоциклах, потому что они двигаются очень быстро. Это культура. Люди реагируют на все очень быстро. Это отражено в нашей реакции на рынок и наших изменениях в конструкциях. Молодежь обновляет свои мобильные телефоны каждые 3-4 месяца. Вот что я называю быстрой реакцией. Культура Тайбэя выведет индустрию на новый уровень. И наоборот, короткий продуктовый цикл полупроводниковой индустрии будет стимулировать ускорение развития Тайбэя. Так что с исторической точки зрения Тайбэя можно было бы назвать великим полупроводниковым городом, ведь его культура продвигала полупроводниковую индустрию, а индустрия повлияет и на сам город. Она уже повлияла. Тайбэй первый в мире беспроводный город. И он может похвастаться самой развитой беспроводной системой Wi-Fi среди всех городов мира. Не случись в Тайбэе высокотехнологичных изменений, символ нового Тайбэя никогда не поднялся бы к небесам. Тайбэй-101 настолько высокий, что здесь проводится ежегодный марафон по поднятию на смотровую площадку. 390 метров вверх. 2046 ступенек. Рекордная скорость 10 минут 29 секунд. Но недостаточно быстро. Так быстрее. Небоскребы существуют благодаря лифтам. Но это палка о двух концах. Чем больше вы строите, тем меньше места остается. Решение нужно думать шире. Чтобы сократить время поездки и повысить эффективность, инженеры разбили здание на три зоны с двумя транспортировочными пунктами. В Тайбэе-101 67 лифтов. 34 из них двухэтажные для повышения вместимости пассажиров. Две другие кабины двигаются по всей высоте здания. Это самые быстрые в мире лифты. Их скорость перемещения составляет 1010 метров в минуту. Снизу вверх за 43 секунды. Они поднимаются так же быстро, как взлетает самолет. Настолько быстро, что их форма прорезает ветер. Герметичные кабины предотвращают разрыв барабанных перепонов. Кабина оснащена наполненными воздухом резиновыми камерами. Воздухозаборники и пневморазгрузчики регулируют атмосферное давление. Плавное движение. Здесь лучшие в мире сконструированные лифты и организованный грузопоток. Скоро здесь будут работать более 10 тысяч людей. Весь город собран в одном здании. Разгадка — поддерживать все в движении. В транспортировочных пунктах люди перемещаются из одной зоны в другую, как в метро. Здесь много пассажиров, которые переезжают в другую зону. Поэтому необходимо снижать пассажиропоток в часы пик. Пинг Сан Шиэй — главный лифтер в Тайбэй-101. Иногда, чтобы выполнять свою работу, ему приходится покидать комфортную кабину. Ощутите дуновение ветра. Это так приятно. 29 км в час. Всего лишь средняя скорость в Тайбэй-101. Только это преимущество открывает секреты лучшей поездки на лифте в мире. По бокам установлены направляющие ролики. Они гасят колебания во время движения лифта и оставляют кабину в устойчивом положении. Пассажиры не будут чувствовать тряску во время движения. Другой секрет плавного движения. Посмотрите на стальные тросы, которые поднимают и опускают кабину лифта. Тросы двигаются интенсивно на высокой скорости. Круглое резиновое приспособление уникально. Оно используется, чтобы стабилизировать тросы. Движение не только плавное, оно безопасное. Тайбэй-101 находится в зоне землетрясений. Но если во время поездки начнется землетрясение, вы не застрянете. Каждая шахта оборудована сейсмическим сенсором. Когда он засекает толчок, он останавливает лифт на ближайшем этаже и открывает двери. Тайбэй-101 уникален. Это единственный высочайший небоскреб, построенный в зоне активного сейсмического разлома. Но у него двойная степень защиты. Изобретательность строителей и самоотверженность наблюдателей. Кай Уэн Куо, руководитель отдела сейсмологии в Центральном метеорологическом бюро. Работа его сотрудников одна из самых важных в Тайбэе. В Национальном сейсмологическом центре мы работаем 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, круглый год, проводя непрерывное наблюдение за землетрясениями. Как только они происходят, мы незамедлительно информируем общественность. Мы гордимся своей работой. Больше всего меня тронули события 6 марта прошлого года. Один из моих коллег собирался жениться в полдень и приехал на работу в 3 часа утра из-за землетрясения. Тайбэй охраняется самым совершенным в мире набором оборудования для сейсмического обнаружения. Более 150 станций мониторинга в мире исследуют деформации на поверхности земли и изменение состояния грунтовых вод, индикаторов надвигающегося землетрясения. Почти 800 сенсоров измеряют силу, скорость и место землетрясения. Все эти данные направляются в пункт управления. В Тайбэе эти неодушевленные цифры спасают жизни. Данные, которые вы видите на экране, поступают в реальном времени. Как только происходит землетрясение, система запускается автоматически. Тогда мы можем проинформировать общественность в течение трех минут по телефону, факсу и через интернет. Чем раньше бюро отреагирует на землетрясение, тем быстрее Тайбэй сможет действовать. На землетрясение 1999 года среагировали за 102 секунды. Сейчас время реагирования снизилось до 45 секунд. К 2009 году мы надеемся сократить его до 30 секунд. Бюро не только обнаруживает землетрясение, оно помогает их смягчать. На мостах и зданиях Тайбэя они разместили сенсоры. Мы следим за таким количеством места строений, что можем пересматривать требования к конструкциям, чтобы сделать здания более устойчивыми к землетрясениям. Согласно эмпирическим данным, чем выше здание, тем сильнее оно трясется. Но Тайбэй-101 нарушает правила. Башня похожа на ствол бамбука. Крепкий, но гибкий. Огромные железобетонные колонны возвышаются от фундамента до 62-го этажа. С 62-го по 101-й этаж Тайбэй-101 традиционное здание с остальным каркасом. Но у него есть скрытые системы поддержки. Основная масса башни разделена на блоки, каждый в 8 этажей. Каждый блок гасит сейсмическое ветряное воздействие, ограждая от него другие блоки. Специальные опоры под названием балки кронштейна расположены горизонтально, чтобы распределять нагрузку. Конструкция построена таким образом, чтобы противостоять гневу матери природы. Так и случилось. Еще на стадии строительства здание подверглось сильному землетрясению. Конструкция выдержала его с легкостью. Тайбэй-101 высочайшая насмешка над матерью природой и величественная дань местному мастерству. Владелицы архитектора приняли совместное решение построить самое высокое здание в мире. После того, как архитектор принял решение, они обратились за помощью в нашу компанию. Шо Шэй, инженер, проектировавший Тайбэй-101. Строительство высочайшего в мире небоскреба было мечтой и вызовом. Архитекторы спросили у нас, возможно ли такая высота в Тайбэе. Особенности суперконструкции позволяют противостоять землетрясениям и тайфунам. Недостаток в том, что кронштейны и громоздкие колонны занимают внутри слишком много места. По сути, каждая огромная колонна примерно в 2,5 на 3 метра практически размером с маленькое помещение. Но они отказались от части полов в пользу большего количества этажей. Внутри здания установлена огромная конструкция, чтобы поддержать такую высоту. Поскольку стержень здания довольно длинный и тонкий, огромные колонны и кронштейны уравновешивают стержень и увеличивают устойчивость. Это все равно, что кататься на лыжах. лыжные палки это огромные колонны, а ваши руки кронштейны. Для равновесия во время катания нужно и то, и другое. У Тайбэя-101 есть и другие опоры. Почва под зданием это мягкая глина, слабая основа для небоскреба. Во время землетрясения движение грунтовых вод может шатать здание. Но Тайбэй-101 стоит на плите сплошного сечения из железобетона толщиной более 3 метров. Вот и вся правда. Плита сплошного сечения переносит вес здания, силу землетрясения и ветра на 380 нижних свай. Железобетонный свай уходит в землю на глубину в 80 метров через мягкую глину глубоко в твердую подстилающую породу. Даже когда уровень грунтовых вод меняется или здание подвергается воздействию землетрясения или тайфуна, вся конструкция остается очень устойчивой. Тайбэй-101 выдерживает не только землетрясение. Он не поддается ежегодному азиатскому урагану тайфуну. Как и башня, весь город охраняется Центральным Метеорологическим Бюро. Дэниэль Уу главный синоптик. Здесь вы видите тайфун Сао-Май. Этот ураган заденет север Тайвана и ударит по материковому Китаю. Каждый год около 3-4 тайфунов, как этот, проходят над Тайванем. У Дэниэла непростая задача точно указать, где брушится тайфун. Путь, который предсказывает компьютер, крайне важен. Мы получаем 3-4-дневное окно, однако эти данные далеки от идеала, поэтому мы должны внимательнее исследовать ураган. У него везде есть глаза. наземные станции, самолеты и спутники. Доплеровский радиолокатор может засечь тайфун на расстоянии в 230 километров, обнаружить его очаг и проанализировать его силу. Мы постепенно улучшаем методы прогнозирования и надеемся, что они максимально точны ради безопасности общества. но до сих пор ошибка может составлять около 24 часов и 100 километров. Вот почему нужно подготовиться к самому неблагоприятному сценарию. Например, восточная часть Тайваня не подходит для высокотехнологичной индустрии. Индустрии хай-тек в основном расположены к западу от гор. Это помогает ослаблять тайфунные ветра. Как и город, Тайбэй-101 заслонен горами. Но у башни есть и встроенная защита. Сквозь четыре этажа проходит противовес, который называется настраиваемый демпфер массы. Он состоит из 41 пластины из твердой стали. Он весит 660 тонн. Больше, чем три Боинга 747. Он свисает с 92-го этажа и работает как маятник, нейтрализуя ураганные ветра. Он крепится к конструкции с помощью гигантских гидравлических поршней. Когда здание шатается, с ним двигается и демпфер, но в противоположную сторону компенсирующая сила, чтобы победить ветер. поршни не дают ему раскачиваться слишком сильно. И снова тайбейский гений торжествует над ежегодным азиатским ураганом. Демпфер может снижать колебания из-за ветра как минимум на треть, чтобы достичь приемлемого уровня. Танг-Хо Цай инженер, конструировавший демпфер. Настраиваемый демпфер массы работает постоянно. Будь то тайфун, землетрясение или сильный ветер, он всегда работает. Я сам наблюдал за демпфером в прошлом году, когда сильный тайфун ударил по Тайваню. Я видел движение. Сейсмограф фиксирует каждое колебание башни в доказательство тому, что более 700 тысяч тонн бетона и стали находятся в движении. На самом деле демпфер всегда в движении, но оно настолько неуловимо, что едва заметно. Вы можете увидеть демпфер в действии. Во всем мире это единственный демпфер, доступный всеобщему обозрению. Архитектор хотел, чтобы люди видели демпфер. И поскольку он остается на виду, для него разработали особую форму и цвет. Как архитектору вы говорите, а почему бы не показать его людям? Не нужно скрывать его на техническом этаже. Вот как появился этот большой шар. Это главная особенность смотровой площадки. Все любят этот большой шар. Для населения Тайбэя золото символ удачи. И удача башни держится крепко. Тайбэй-101 стал настолько популярным, что привлекает всех туристов, рабочих и покупателей. в здании 101 находится 101 магазин над землей и еще шесть подземных магазинов, что и является торговым центром. Джефф Шу знает это здание лучше всех. Как менеджер здания он поддерживает плавную работу этого сложного механизма. Около 12 тысяч человек посещают здание ежедневно, включая покупателей и сотрудников. Результат город в башне обеспеченный всем, что нужно городу. Здание целиком потребляет столько же электричества, как одно графство Тайваня. Каждый год мы используем около 72 миллионов киловатт, и это очень много. Кабели это слабое звено любого небоскреба. Кроме этого, благодаря дальновидному планированию в дальновидном городе. Тайваньская электроэнергетическая компания подводит электричество в здание 101 по двум независимым кабелям. Если один или оба выйдут из строя, как запасной вариант, у нас есть аварийный генератор. С таким количеством запасных вариантов Тайбэй-101 не волнуется из-за отказа питания. Зато Тайбэй волнуется. За последние 20 лет потребление электричества в среднем росло на 7,5% в год. Чтобы удовлетворить спрос, сейчас Тайвань импортирует 97% своей электроэнергии. Новый Тайбэй создает декларацию о независимости. Суперконструкция, питающая энергией супергород. В 50 километрах от Тайбэя возвышается новое жизненно важное сооружение. Инвестиции в 6,5 миллиардов долларов, чтобы сделать Тайбэй независимым от заграничной электроэнергии. Атомная электростанция Лонгмен. Это бетонный символ духа Тайбэя. Вводите инновации, чтобы преуспеть, и делайте это сами. После окончания строительства электростанция поможет направлять энергию в столицу страны. Скачок роста начался в Тайбэе полвека назад, и рост не прекращается до сих пор. Он притягивает гостей и жителей страны в один из самых динамичных городов на Земле. Тайбэя не просто политическая столица Тайваня. Это сердце образования, бизнеса и культуры. Город мирового класса с фундаментальной потребностью в электроэнергии. Население Тайбэя превышает 2 миллиона человек. Здесь множество электроприборов, особенно кондиционеров в офисах и больницах. Уи Цу Чен главный инженер проекта Лонгмен. Возвышаясь над землей, Лонгмен смело заявляет о себе. На электростанции будут находиться два реактора в 1350 мегаватт. Это новая усложненная конструкция, усовершенствованный кипящий реактор. 205 регулирующих стержней закреплены в основе здания. Герметичный корпус под названием камера высокого давления. Ядерная реакция нагревает воду до точки кипения, выпуская пар. Пар проходит через герметизированные трубы в турбину, чтобы вырабатывать электроэнергию. В отличие от обычных реакторов, большинство насосов и труб расположены внутри камеры высокого давления. Утечка радиоактивной воды невозможна. Она также полностью автоматизирована, сводя вероятность несчастных случаев к минимуму. Особенно важно, что она примерно в 100 раз безопаснее, чем обычные электростанции. Вся электростанция оснащена тремя резервными системами безопасности, чтобы обеспечить бесперебойное поступление холодной воды и электроэнергии. Белое сооружение — это защита ядерного реактора, а это сердце нашей электростанции. Впервые на стройплощадку Лонгмэна пустили каверы. на этом самом месте инженеры будут укращать энергию атома. Над нами активная зона реактора. Наверху много управляющих двигателей. Сейчас мы можем здесь стоять, но после того, как будут введены 205 топливных стержней, здесь нельзя будет находиться из-за радиации. После окончания строительства одна эта электростанция будет вырабатывать более 6% электроэнергии Тайваня. Мегаватты, чтобы снабдить топливом мегагород и мегаконструкцию. Раньше здесь были сельскохозяйственные угодья. Мы выбрали место и начали из ничего. Мы смотрели, как она поднимается этап за этапом. Все равно, что смотреть, как растет ребенок. Без сомнения, это трудный процесс, но это счастливый процесс. За свою жизнь Чен видел рост и другого ребенка. Тайбэя. От неразвитого города до современного мегаполиса. Мегаполис, который может достичь небес, твердо стоя на земле. На каждом кронштейне в Тайбэе-101 есть значок, похожий на облако, под названием Ру-ри. Он символизирует процветание и удачу. С высоты башни кажется, что нет худо без добра. Когда видишь, как это здание возвышается над городом, это показывает, что мы уже достигли определенного статуса в экономическом, социальном развитии, и мы приближаемся к самому высокому доху. мы хотим продолжить стараться, чтобы рост не заканчивался. Когда я путешествую, я еду в аэропорт и вижу это здание, которое сделали нашим символом, и мне это очень нравится. Как бы Тайбэй не менялся, кое-что остается всегда. В гостях хорошо, а дома лучше. Мои родители до сих пор живут в Тайбэе. Мне нравится приезжать, чтобы поужинать с ними. Это здорово, и не купишь ни за какие деньги. Для маленького тигра жизнь прекрасна.